Здравствуйте, уважаемые зрители! Зачем нужна литература? Этот вопрос в объявленный в России год литературы мы будем задавать неоднократно. Ответ вроде очевиден, чтобы быть умным человеком, чтобы уметь мыслить, однако эта тема обсуждается все активнее от школьной аудитории до ученых умов. Свой ответ на этот вопрос, надеюсь, даст и наша гостья Светлана Борисова, заместитель директора муниципального учреждения Централизованная библиотечная система. Здравствуйте, Светлана Дмитриевна. Добрый день. Вот чувствуют ли наши архангельские библиотекари изменения в сегодняшнем менталитете людей? Как вы реагируете на сегодняшнее время? Ну, хотелось бы сказать, что основная часть читателей, которые ходят к нам в библиотеке, она, конечно, остается традиционной, да, то есть те, которые ходили к нам давно, они продолжают посещать наши библиотеки, но мы чувствуем, наверное, изменения определенной читательской аудитории, которая молодая, то есть они стали более активными, более информационно подкованными и аналитически мыслящими, да, то есть приходя в библиотеку, требуется быстрый подбор информации, чтобы это было все быстро, потому что время, оно сегодня очень такое быстро текущее, и молодой читатель, приходящий в библиотеку, хочет, чтобы библиотека реагировала быстро на те запросы, которые она делает, то есть, ну и библиотека, естественно, что стараются не отставать от сегодняшнего времени, используя различные формы работы. В информационном потоке вы все-таки стараетесь вписываться, да? Естественно, потому что и библиотеки сегодня информационно оснащены, даже наши муниципальные библиотеки, хотя мы и начали оснащаться гораздо позже, чем, допустим, областные, федеральные библиотеки, но на сегодняшний день все 18, 19 библиотек наших муниципальных городских... 19 библиотек в городе Архангельске, да? Они оснащены компьютерной техникой, оснащены и медиапроекторами, и сканерами, и принтерами, и плазменными телевизорами, что тоже очень важно, это используется в нашей работе. Оснащены различные техники, с помощью которых можно выйти в интернет-пространство, можно узнать о различных книгах на других источниках электронных, и связаться с различными библиотеками электронными. Можно выйти на российскую научную библиотеку, детскую библиотеку. А вот скажите, Светлана Дмитриевна, есть некая статистика, какой возраст, и что за читатель, вы уже сказали, что есть постоянная, есть молодежь, и все же? Да, вот здесь, конечно, тоже есть проблемы. Они были всегда, но сегодня в информационный мир, в информационный век, повторяюсь уже, да, есть определенные проблемы. Очень много читателей детей, детей с 1 по 4 класс, вот эти самые активные читатели наших библиотек. Они приходят сами, приходят с родителями, и такая теперь еще тенденция, родители как-то проснулись, видимо, да, понимают, что детям нужно не только физическое развитие, но и интеллектуальное развитие, поэтому приводят детей в библиотеку в очень раннем возрасте, записываются. Ну и рано читать сейчас, ведь уже дети учатся, да, и в 5 лет, наверное. Да, есть такие дети, да, но есть лагуна определенная среди читателей где-то с 6 по 9 класс. Здесь поменьше вот этих читателей. Интересы такие немножко, в другую сторону, наверное, да? Интересы, да, в другую сторону, может, там занятость в школе, да, вот определенная, кружками занятость, еще чем-то. Затем вновь всплеск начинается где-то с 9 класса, но тут мы еще, наверное, должны сказать о том, что здесь экзамены, да, определенная часть детей, все-таки приходят в библиотеки за книгами, не только сидит в интернете, ищет определенную информацию, но и берет книги в библиотеке. Очень много читателей сегодня с 35 лет и старше, но здесь надо сказать большое спасибо комплектованию фондов сегодняшних, потому что появилось очень много интересной современной литературы, и читатели этого возраста, видимо, все-таки следят за новинками, приходят в библиотеку и читают их. Ну вот с молодежью, может, немножко посложнее, но она тоже есть в библиотеках. А на какие вы сейчас проекты, мы говорили с вами об информационном обновлении, на какие вы проекты делаете ставку? Вот вы уже упомянули, да, помимо этого всего оснащения. В библиотеке, конечно, всегда работают по определенному плану, да, как может быть, каждый план-то все равно составляется. Составляется с проекта, да. Вот, конечно же, самый главный проект – это продвижение, не чтение книги. И сегодня в год… То есть сверхзадача. Да, сверхзадача, да. Сегодня в год литературы разработано тоже большое количество проектов. Это и 12 месяцев для чтения, то есть каждый месяц посвященный определенному писателю. Писателю юбиляра, который празднует в этом году свой день рождения. Вот у нас уже прошли мероприятия, посвященные Антону Павловичу Чехову. Сейчас начинается мероприятие, посвященное Федору Александровичу Абрамову. И здесь не просто какие-то статичные лекции, да, обзоры там или беседы, а такая очень удобная и интересная форма работы именно для молодежи, это как интеллектуальные игры, посвященные именно тому или иному писателю. Вы здесь работаете с классами, со школами, да? Здесь со школами, да. Проект, следующий проект, который будет тоже реализован в этом году, называется он «Поколение Next», это будет проходить в апреле месяце фестиваль подростковой литературы. То есть мы его запускаем в начале апреля, он практически продлится до лета. Здесь мы полностью бросим все свои силы именно на подростка, так сказать. То есть привлечение его в библиотеку, создание определенных литературных клубов, библиотеки именно подростковой литературы и тех, кто любит читать подростковую литературу. Ну вот здесь ведь достаточно, наверное, самая сложная аудитория, как вы уже упомянули, да, их ведь назиданиями не оставишь, не приклеишь к книге, да? Нет, нет. Тут даже, я думаю, что нельзя говорить, да, что ты должен читать книгу, ты должен прийти в библиотеку, взять определенную книгу. Здесь в этом отношении, конечно, сложно. Но вот помогают именно такие массовые мероприятия, да, в которые мы привлекаем и подростков, и детей. Интерактивные. Интерактивные, да. То есть это и видеопрезентации, и виртуальные экскурсии. Это интеллектуальные игры, как я вот уже говорила. Вот на сегодняшний день это очень востребованное. И в школах форма работы, и у нас в библиотеках. И такая форма работы, которой мы уже занимаемся пятый год, это квест-ориентирование. То есть мы в апреле месяце объявляем среди подростков, теперь уже даже старшеклассники участвуют в нас, и среди колледжев и лицеев. Мы объявляем такие читательские забеги. То есть предлагаем определенные вопросы, и ребята бегают по городу, но с использованием литературы. То есть нужно литературу знать, чтобы куда бежать, да. То есть у нас были такие... Игры по станциям. По станциям, да. У нас были и посвященные различным памятникам города Архангельска, литературным местам, которые есть в городе Архангельске. Да, что-то все-таки в голове откладывается. Естественно, да, потому что сначала нужно же полистать книгу, найти, куда ты побежишь. А вот я знаю, вы даже видеофильм снимали, да, в какой-то библиотеке, в городской что-то. Ну, у нас был в том году конкурс буктрейлеров, то есть мы делали буктрейлеры по книгам. У нас проходил такой конкурс «Читающий студент города с колледжа». И одной из номинаций было снять буктрейлер любимой книги. Здесь было, конечно, не очень много конкурсных наработ, но они были очень интересны, потому что дети делали, подростки делали, делали сами, да, все это. И еще была такая интересная номинация. Это мы, участники этого конкурса, они переодевались в определенных героев. Это были сказочные герои из художественных произведений, фотографировались. И вот эта выставка, она сейчас у нас по филиалам действует. Мы вывозим в разные филиалы, вывешиваем и смотрят люди. Это вы сами все, вот, собственно, библиотек, силами библиотеки, да, силами работника библиотеки. То есть это все творческие идеи, это все от вас идут. Это все идет от нас, да. Ну, естественно, что мы участвуем и в конкурсах проектов, которые объявляются в городе. Особенно это вот Центр Гарант, когда он объявляет. Здесь идет финансирование. То есть это гранты, да? Это гранты. И практически каждый год мы какой-нибудь грант выигрываем. В 2014 году мы реализовали два проекта. Один из них назывался «Умный Архангельск», второй «Библиофишки». «Умный Архангельск» был... Оба проекта были на базе городской детской библиотеки имени Евгения Степановича Коковина. «Умный Архангельск» — это был цикл мероприятий кровеческих общеобразовательных. То есть дети приходили на встречу с интересными людьми города. А вот только дети приходят. Я понимаю, что взял учитель, повел весь класс. Это, собственно, входит в какую-то его программу внеклассного чтения. А приходят люди, просто горожане? Да, приходят, потому что мы теперь ведь размещаем информацию на нашем сайте. Это очень важная такая вот часть работы, организация сайта библиотеки. И сайт пользуется большой популярностью. То есть приходят иногда на мероприятия люди, которые прочитали новость на сайте, пришли просто сами на это мероприятие. Иногда отзваниваются, можно ли прийти к вам на мероприятие. А вот здесь какой возраст приходит? Больше пенсионера, которые больше свободного времени? Мероприятия, которые именно литературные встречи, встречи с писателями, которые проходят где-то днем, там, конечно, больше возрастные читатели приходят. А вот мероприятия, которые мы проводим в вечернее время, начиная с 7 вечера, допустим, Библия, Ночь, Ночь искусствия, здесь, конечно, уже больше подростков и молодежи бывают на этих мероприятиях. — Скажите, вы уже обрисовали так немножко портрет вашего читателя. А что читают? Что просят? Какие требования выдвигают в сегодняшней литературе? — Так, давайте я начну, наверное, с женской прозы. Мне почему-то так это очень близко, потому что я сама очень много читаю литературы. На сегодняшний день появилось очень много имен в женской прозе. И писатели, женщины, они пишут не просто сентиментальные романы, они пишут о сегодняшнем дне, о том, как живется сегодняшняя женщина в современном мире. И вот эти книги очень востребованы сегодня читательницами от 35 лет и старше. Здесь можно назвать очень много интересных имен. Это и Наталья Нестерова, и Виктория Токарева, продолжающая писать, и Марта Китро, и Александра Тайц. И, в общем, огромное количество из зарубежных. Это, конечно, Анна Гавальда, то есть она пользуется большим спросом у наших читательниц и женщин. Что самое интересное, читают мужчины. То есть у нее буквально... — Женскую прозу? — Нет, вот уже не женскую, просто и продолжаю свой разговор. Сегодня просто спросила у нас в Центральной городской библиотеке, читают ли мужчины вообще, приходят, читают книги-то. Библиотекарь сказали, да, читают, но здесь, конечно, в основной упор делается на исторические военные мемуары. Много читают детективов и спрашивают двух сегодняшних нашумевших наших, так сказать, писателей. Это министра культуры Медынского книги и ведущего Соловьева. То есть вот эти книги... — Есть у вас эти книги? — Да, есть книги. Их немного, но они вот читаются нашими мужчинами-читателями. Что касается детей и подростков, малыши, конечно, зависимы во многом от родителей, наверное, да. То, что родители посоветуют ребенку, или то, что библиотекари посоветуют, они берут эти книжки. Здесь много и новых писателей детских, но, конечно, очень много и классики детской литературы. Она жива всегда, это и Драгунский, и Яковлев, и Носов, и Толстой Золотой Ключик. Из современных это популярно на сегодняшний день Екатерина Матюшкина. Ее просто разбирают у нас в библиотеках, но ее и много, поэтому есть что взять. Очень много писателей, таких как Станислав Востоков, Михаил Грозовский. Вот они все пишут для ребят. То есть вы можете с уверенностью сказать, что библиотека сегодня удовлетворяет почитательский спрос? Да, я, наверное, не побоюсь этого слова. Она удовлетворяет даже подростков. На сегодняшний день есть очень интересное издательство «Аквилегия М», которое выпускает очень много книг для подростков. И именно тех писателей, которые пишут для этого возраста. Это и Елена Габова, и Марина Крюкова. Светлана Дмитриевна, скажите, то есть у вас нет проблем в пополнении фонда? Проблемы существуют всегда. То есть они существовали в 90-е годы, когда мы не получали вообще книг в библиотеке. И вот эта лагуна, она образовалась, то есть она не была ничем заполнена. Но сегодня нам выделяются бюджетные деньги на пополнение наших фондов. Мы работаем напрямую с издательствами. Естественно, что за последние годы библиотеки пополнились. Если брать по мировым стандартам, то, допустим, библиотеки Скандинавии, они обновляются на 5% ежегодно. Мы обновляемся пока на 2,8%. Но это тоже уже такой большой скачок по сравнению с 90-ми годами. Вы знаете, вы ничего не сказали о наших северных писателях. Кривическая литература. Помимо того, что школьные программы перечитывают, читают, ну понятно, там классик у нас Абрамов, Рубцов, да, поэзии. Читают, младшие школьники, это, конечно же, читают книги Елены Антроповой, да, то есть вот человек, который написал очень много интересных сказочных повестей. Сегодня читаются сказки Ксении Горяевой, они есть у нас в библиотеках. Старшие школьники читают книги Елены Кузьминой, Михаила Константиновича Попова, то есть их берут, и это очень радует, что эти книги читаются. Но очень жалко, что не появляется каких-то новых таких. Мало выпускается все-таки, да, наши? Да, и мы, и сложнее их получить, потому что... Тираж небольшой, да, редко не сдаются. Да, вот я бы хотела заглянуть, наверное, в будущее. Что такое сегодня библиотека будущего? Ведь наверняка как-то ездите, учитесь, смотрите, в том числе за границу, в Москву, большие библиотеки, да, библиотеки сейчас соединяются, не знаю, с просветительскими центрами, да, вот в Перми, например, организовали вообще ледовую библиотеку. То есть кто как может, так и привлекает своего читателя. Это арт-объекты, это концертные залы, это выставки в самих библиотеках, это там, я не знаю, наконец, было предложение, недавно читала, что при библиотеке иметь, книжную лавку, книжный магазин, вот ваше что? Здесь может возникнуть сложности с НДС, да, вот книжные лавки, книжные магазины. Библиотека всё-таки должна быть универсальной, да, таким культурно-досуговым центром. Мы идём вот всё-таки к этому, да. Во-первых, мы пришли к тому, что мы стали публичной библиотекой, да. Вот есть у нас, конечно, отдельно детские библиотеки, но сегодня туда идут не только дети, сегодня идут туда и жители микрорайона, взрослое население, которое живёт рядом с этой библиотекой. Поэтому нельзя уже точно говорить, что эта библиотека чисто детская, допустим, публичная библиотека. Библиотеки становятся универсальными, и пример тому, допустим, Соломбайская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина. У них существует арт-галерея «Розовый куст», где вывешиваются работы художников-профессионалов и художников-самодеятельных. Проходят различные акции, и именно на базе библиотеки имени Шергина мы проводим, третий год будем проводить уже библионочь. То есть мы подключились к Всероссийской библионочи, и площади той библиотеки это делать позволяют. Мы проводили там очень интересную акцию, которая называлась «Кофе с мудрецами». То есть мы принесли свои кофемашины, организовали день новой книги, вынесли на абонемент все новые книги, какие есть в библиотеке, и каждому посетителю на абонемент была бесплатная чашечка кофе в подарок. Вот это заимело очень большое действие, это был воскресный день, и прошло огромное количество людей через библиотеку, и многие из них, те, кто не был даже читателями, записались в библиотеку. То есть вот такой метод привлечения тоже существует. То есть вообще читателей как можно больше вовлекать, да? Вовлекаться в процессы, да. Вовлекаться в процессы, да. Центром общения, да. Вот на сегодняшний день у нас самая красивая библиотека — это в Маймаксе. Это библиотека, которую мы отремонтировали с помощью муниципалитета. В 2013 году она распахнула свои двери для Маймаксанских жителей. Она оснащена современной техникой, там современные стеллажи, там современные медики. А читателей-то хватает в Маймаксанской библиотеке, да? Да, читателей там хватает. И там организованы курсы школы компьютерной грамотности для людей. То есть библиотека еще какие-то функции другие, вот платные услуги оказывают, да? Есть, есть, да. Есть платные услуги. На сегодняшний день мы предоставляем вот и распечатку с принтера, да, вот платные услуги. К серокопирование есть у нас платные услуги. Мы открываем небольшое количество кружков платных, да. При библиотеках. При библиотеках, да. То есть у нас есть библиотекарь, имеющие образование небиблиотечно, допустим, библиотекарь, закончивающий факультет логопедический, да, или с филологией связанный. Вот они, логопедический кружок у нас открыт в библиотеке. То есть все больше это какие-то центры такие просветительские, да? Да, на мой взгляд, да. Я думаю, что библиотека, она универсальна, становится сама по себе. Она привлекает читателей не только тем, что там можно будет прочитать книгу, посидеть где-то в уголке, уютном и отдохнуть, но еще и позаниматься в кружках. У нас есть профессиональный художник, который работает художником. Ну, теперь организовал два кружка. Один кружок оригами. Это у нас тоже в Маймексе? Нет, это у нас в Каковинке. В Каковинке и кружок семицветик. Там дети занимаются акварелью, то есть можно приходить, записываться. Хлеб отбираете у домов творчества? Нет, мы не отбираем хлеб, мы зарабатываем деньги, которые тоже как бы вливаются в ход. А вы знаете, раньше были литературные объединения, да, те, кто пробуют себя в поэзии, в каком-то писательском труде. Мы можем тоже похвастаться, да. У нас есть такое литературное объединение, называется оно «Творчество». Оно существует при Центральной городской библиотеке имени Ломоносова, занимается им наш библиотекарь-краевед Татьяна Семеновна Рудная. Она вокруг себя собрала огромное количество начинающих поэтов, поэтов, которые уже пишут. И не только проводит само заседание лит-объединения, но и она еще вот этих поэтов возит по нашим библиотекам. То есть они выступают перед читателями. И это очень важно. Творческому человеку самовыразиться, рассказать о своих книжках и, может быть, даже продать свои книги, да, донести их до читателей. Да и просто, чтобы не писать в стол, да, где-то со своими единомышленниками. И многие участники Литу, они участвуют у нас и в Библии ночи, и в ночи искусств, то есть вот таким образом еще. А популярны ли у вас вот такие акции, как «Подари библиотеке книгу» или же «Обмен книгами»? Вот очень частенько проходит. Вот это тоже очень важный такой вопрос. Сейчас вот 14 февраля, да, у нас будет такая акция «Подари библиотеку книгу», «Просто подари книгу». Очень много несли книг нам где-то в середине 2000-х годов, да. Тогда, видимо, разбирали свои домашние библиотеки. Ну ведь знаете, как несут, что мне не надо, вот дай-то я унесу. Да, 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 избавляясь от той литературы, которая, в принципе, именно нужна. Это, наверное, не вариант. И мы в свое время брали, и брали это количество книг огромное. Теперь мы, конечно, так не берем эти книги. Берем, если дарят, то берем хорошие книги в подарок, да. Но у нас везде в библиотеках практически организованы фаи стеллажи по типу Букрученко, да. То есть можно прийти, положить свою книгу, с этого стеллажа взять себе домой книгу и унести ее, почитать. Можно обратно вернуть, а можно у себя дома в библиотеке. Знаете, я даже не спрашиваю, что за люди, что за сотрудники работы в библиотеке. Наверняка все, что делается, вот то, что вы рассказали, это, конечно, благодаря только работникам. Это творческий потенциал должен быть в душе каждого человека. Хочется отметить, конечно, что пришло много молодых библиотекарей, и это очень радует. С приходом молодых библиотекарей у нас организовалось такое творческое объединение. Молодые библиотекарь называется «Маяк». Переводится «Молодые, активные, яркие, креативные». Вот эти девочки делают очень много в сегодняшний день. Они организуют и уличные акции, принимают участие в работе летнего читального зала, который у нас работает на Чумбаровке уже седьмой год. То есть вот той молодежи, которая хочет что-то, да, привнести какие-то новые творческие идеи, это, в общем, библиотека, это то место работы, где... Я думаю, что да, здесь можно... Где работа превращается уже и в ход. Большой класс, да, работы, еще не раскрытые. И, конечно же, вот, может быть, глядя на молодого библиотекаря, да, увидишь, что в библиотеке работают не только такие вот уже... Ну, стереотип уже, кто такой библиотекарь, он уже... Взрослые, да, женщины в возрасте, а работают и молодые библиотекари. А мужчины, кстати, есть в библиотекарях? Вот в нашей муниципальной системе нет. Я знаю, что есть в Добролюбовке, а вот в муниципальной системе у нас... Есть над чем работать, да? Ну да, да. Потому что, вот, читая опыт страны, да, есть такой опыт, что есть. Мужчины в библиотеках приходят, работают. Книгоиздации же есть, они зарабатывают, превращают это в бизнес, но здесь тоже можно проявиться. Ну и последний, наверное, к вам вопрос, Светлана Дмитриевна. Зачем же нужна литература? Есть у вас такой ответ? Ну, прочитала недавно такую фразу, значит, читайте книги, ведь их специально для вас пишут, да. То есть литература, она, наверное, нужна быть всегда, независимо от того, в каком она виде. В бумажном, как говорят теперь любители... Лучше я буду читать книгу в бумажном варианте. С ней можно лечь на диван, посидеть. Ну, ведь есть и электронные книги, да, и сегодня их тоже читают, и от этого не уйти. То есть и мои дети читают электронные книги, и читатели. Ну, а литература, она нужна всегда, потому что, во-первых, общество должно развиваться не только благодаря каким-то экономическим вещам, но и должно быть, всё-таки духовность общества должна быть, иначе общество потеряет себя, как какая-то такая субстанция нравственная, да, превратиться в роботов, допустим. Поэтому надо... Без гуманитарной составляющей всё-таки мы не двинемся, да. Очень сложно, не двинемся. Вот. В своё время у нас отвалились хвосты, да. Если мы не будем читать литературу, у нас могут отвалиться мозги. Да, спасибо. Ну, на этом мы с вами закончим сегодняшний разговор. И у нас в гостях была Светлана Борисова, заместитель директора Центральной библиотечной системы города Архангельска. А вот что ответил на вопрос о нужности литературы русский поэт Николай Некрасов. Литература служит представительницей умственной жизни народа. Вот такие дела. До встречи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА